Эфир телеканала продолжает вновь утренний выпуск новостей. В студии вместе с вами Игорь Матаев. Здравствуйте! Переходим к выпуску. В этом году мы всей страной отмечаем 74-ю годовщину Великой Отечественной войны. Вспоминаем героев и защитников, которых, к сожалению, уже с нами нет. И особую благодарность выражаем ветеранам-землякам. Накануне праздника серебряные волонтеры и Министерство социальной защиты края поздравили ветеранов в Центральном доме-интернате для престарелых. С фронтовиком Иваном Еркиным встретилась моя коллега Лиза Конева. Военный кочегар, машинист фронтового тепловоза и главный авиационный техник. От Ивана Архиповича Еркина на фронте зависело многое. Рассказывает, в 9-м авиационном полку он обслуживал военные самолеты. Участвовал в освобождении Северной Кореи в 45-м году. На Восточный фронт совсем мальчишка приехал из Пензы. В фронт близко. Нас погрузили пацанов. Нам-то 17 еще не было. На Восточный фронт отправили. Думали, вот, чемпионы готовились к войне. В Западу сюда, а суда туда. После войны переехал Барнаул. Здесь же женился, вырастил дочь, внучку и правнука. Жена умерла. Уже 4 года без своей любимой живет в доме-интернате. Сейчас Ивану Архиповичу 92 года. Признается, немного грустит по былым временам. Говорит, друзей за время жизни в доме престарелых не встретил. Зато благодарен персоналу. Особенно любит ходить на концерты и вечерние посиделки. Так и сейчас за круглым столом Иван Архипович вспоминает военное время. И то, как со всем мальчишкой приехал на фронт в 43-м году. Это очень большое и значимое событие для каждого из нас. Так случилось, что в моей семье уже не осталось ни одного того, причастного дедушке или бабушке к тем великим событиям. И встреча с такими людьми – это прикоснуться к тому поколению. Увидеть их глаза, увидеть их натруженные руки. И понимать, что именно эти люди подарили нам мирную жизнь. Именно эти люди подарили нам счастье жить под мирным небом. Поздравить ветеранов накануне праздника Великой Победы приехал министр социальной защиты края и серебряные волонтеры. Теплые вязаные вещи и поздравительные письма сделали они своими руками в подарок нашим героям. Теперь Иван Архипович с нетерпением ждет 9 мая. Он – один из главных гостей. В первом ряду будет смотреть парад Победы в столице нашего края. Елизавета Конева, Денис Кузьменко. Новости. До праздника Великой Победы остается всего лишь один день. В преддверии 9 мая во многих районах Алтайского края проходят патриотические мероприятия для детей и молодежи. Благовещенский район – не исключение. В рамках педагогической конференции работников дошкольного образования воспитанники детского сада Черемушки представили театрализованную постановку на военную тематику. Кроме того, в Благовещенском районе был проведен фестиваль «Песенный круг», в рамках которого школьники района исполнили песни военных лет. Благовещенским воинам-интернационалистам в честь 30-летия вывода войск из Афганистана вручили памятные награды. А также в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» были приняты 25 школьников района. Дороги, пыль, да сума. В Благовещенском районе подготовка к празднованию Дня Победы ежегодно под контролем всех служб и ведомств. В районе проходит множество мероприятий – от выставок и концертов до тематических бесед, круглых столов и встреч. Администрация района совместно с молодежью организовывает шефскую помощь, а также поздравляет ветеранов. Серию тематических проектов 90-летию писателя, актера и режиссера Василия Шукшина готовит для своих слушателей радиостанция «Катунь-ФМ». Накануне свой профессиональный праздник – День радио – коллеги поделились с нами планами. Процесс производства радиопрограммы включает длительный период подготовки материалов, общения с экспертами, иногда репетиций, подбора музыкального ряда. Проект «Шукшин» – главная роль для работников радио особенной, ведь в регионе отношение к творчеству нашего великого земляка очень трепетное. Первые выпуски программы выйдут в эфир в июле, в преддверии юбилея Василия Макарыча. Работники радио «Катунь-ФМ» озвучивают интересные сцены из фильмов Василия Макарыча Шукшина. Проявляют в каком-то плане, может быть, свои актерские способности, режиссерские. Вот постепенно записываем эти отрывки с разных фильмов. И они сражались за родину, «Калина красная», «Печки-лавочки». Радиоканал «Катунь-ФМ» вещает в регионе более восьми лет. За это время его аудитория выросла до миллиона семисот тысяч человек. Сигнал станции доступен жителям 33 районов и городов Алтайского края. В День Победы будет организована большая перекличка. Собственные корреспонденты радио в муниципалитетах расскажут о шествии бессмертного полка в их населенных пунктах. К этому часу у меня все. С вами был Егор Матаев. Я желаю вам продуктивного дня и хорошего настроения. Субтитры подогнал «Симон»!